Ну да, не поймешь, то ли поле чудес, то ли игра со знатоками, то есть тебе поле чудес угадает слово. В начале было слово. Какое именно слово? Угадай слово. Какое именно слово было в начале? Нужно разгадать слово. Чтобы разгадать до конца, нужно разгадать то, что было в начале. Ну, получается так, разгадать начало. Логично, да? То есть вроде логично все, да? Чтобы разгадать до конца, то есть, соответственно, нужно разгадать в начало. Какое же слово-то? Угадайте слово. какое вначале было слово. Было слово, слово было у Бога и слово было Бог. Ну, типа того, да. Примерно так. Там, у кого что было, это как бы если Бог с ним, мы отложим на потом, но вначале мы слово разгадаем. А потом уже будем выяснять, у кого что было и кто чем был. Вначале-то слово, там написано вначале слово, нужно сначала начинать. Вопрос. Какое слово было вначале? Затокам, у вас минута. Ну, минуту мы не уложимся. Угадывайте слово. Какие буквы там есть в этом условии? На каком языке оно написано? Что за слово такое? Что за волшебное слово, которое было вначале? Молвлено. Вначале было слово. Какое слово было вначале? Надо понимать, что это слово. То есть лезем куда-нибудь в Википедию, например, да, и смотрим вот такое слово, потому что слово это, например, вспоминая логопеда, да, он как бы занимается некой речью, там что-то исправляется. Речь, да, условно говоря. То есть ставит правильное произношение. Логопед. Хорошо, отлично. Ну и что же это за логопеды? Значит, ставит за слово такое речь. Ну, как поток, да. То есть смотрим, значит, ну, логос, соответственно, то есть если он логопед, да, что такое логос? Читаем буквально, да. Логос – это слово, опять же, высказывание, рассуждение, учение, основание, мера. Логос – это философское понятие, то есть это уже как бы не слово, понятно, да, то есть философское понятие некое, фиксирующее единство понятия слова и смысла. Причем слово понимается в данном случае не столько фонетическом, то есть типа вот бла-бла, да, сколько в семантическом плане, а понятие как выраженное вербально. Значение данного термина подражает всеобщий принцип, всеобщий разумный принцип управляющий миром, то есть слово. То есть что за слово такое было вначале? У православных слов, вот там, философов, слово там, короче, кругом-то слово упоминается, да. А слово Божие, опять же? Слово Божие, да, то есть оно же было у Бога, слово Божие, образное слово, ну что это такое, да. То есть, соответственно, вот получается логос – это слово. Дальше смотрим, ну, согласно всему, да, то есть вопросов нет, да, логос – это слово, тут написано так, благопед у нас сам речь исправляет, там тоже какие-то слова, чтобы люди говорили нормально. То есть, а какое же было слово-то? То есть, что же такое за разумный принцип-то вначале, да? То есть, ну, хорошо, лезем тогда дальше по-другому. То есть, лог – это нечто логичное, ну, условно говоря, некая логика. Ос – это либо операционная система, либо основание, ну, например, вот ос. Что, по сути, одно другому не противоречит? Одно и другому не противоречит основание, на чем все держится. То есть, некое основание, логическое основание, которое было вначале. Это получается логос – некая логика, основная, осевая, операционная, то есть, ну, любая. Логика изложения или сложения. Слог, например, отсюда уже идет, да? Сложение. То есть, оно все сложено. Такая сложная схема, слог такой вот, как-то сложено. То есть, там же написано, что это такой принцип некий, разумный принцип. Да. То есть, это вопрос, опять же, как бы до имени его, то есть, в том числе, именно, почему именно семь, и какое именно слово. То есть, именно, то есть, вот, как бы, что-то именно, именное слово такое. Вот, причем тут мастер слова, что такое слов, да, там же содержится корень лов, то есть, как бы, ну, слово, да, то есть, лов, лов. То есть, ну, в слове лов есть, а в логосе там есть логика. То есть, тут есть любовь, там логика. То есть, на разных языках. Ну, Суть такая. Ну, во-первых, понимаешь, что такое low, это там много чего можно придумать на слово low. Low – это вниз, да, low. High and low – это как бы изложение, ну, вниз такое, ну, истечение вниз. То есть определенная некая мера изложенная, опять же написано тоже некая мера. Получается, что, ну, как мы говорили, что вот, например, есть мысль, выраженная словом или изложенная буквально, да, то есть она замедляет мысль, ограничивает мысль. То есть это схема ограничения, фактически, то есть закономерная такая схема ограничений мысли, то есть она же схема формирования мысли. То есть она получается так. Ну, и что это за логос такой? Какой логотип-то у логоса? Логос – это вот многие называют логосом, вот цветок жизни как называется? Можно так называть? Логос – как бы логичная схема. То есть у нас вот цветок жизни, там вполне себе логичная схема в основе лежит… Абсолютная, надо сказать, логичная. Вопрос – единственно возможная, единственно возможная схема. Вот именно так, по-другому никак, вот просто именно так. В основе лежит семь, то есть там заложено семь в этом слове, семья вот этого семичакровая история, ну, спектр, короче, семь, да, то есть состоящие из вот этого, как бы, точки Лагранжа, пустоты, ничего, которое может быть потенциально по обе стороны, по всех сторонам от себя, что называется, да, она может быть по всех сторонам от себя с диаметрально противоположным равновесием связанного состояния типа ДНК. То есть вот такое хитросплетение ДНК, первичное ДНК, квант ДНК такой, вот, потому что там все по парам, это квантовое спутное состояние. Относительно вот этой точки, собственно говоря, исследования, то есть которая, ну, типа, ну, точка начала, Лагранжа, то есть ее как бы нету как таковой, то есть все вокруг да около вертится, примерно так. А эта точка, она как бы точка прохода, входа, выхода, то есть она и получает, и излучает, то есть примерно так. То есть это, знаешь, вот как мысль, у которой нету форм, да, то есть просто есть вот самодостаточный какой-то потенциал мысли, типа того. Но ее не существует, то есть она несущая, то есть она может вот вокруг да около так изложиться, разложиться. Это как спящий засыпает, грубо говоря, видит сон, примерно так. То есть во сне как такового спящего нету, но сон существует. Значит, получается, что там в основе лежит абсолютно логичность, квантовая история 7, то есть это же кванты в оси фактически получаются, кванты в оси. То есть в середине как будто точка, вот эта основная точка, то есть которая потенциально там может быть где угодно из нее, источник всего потенциала, то есть вероятная точка. Вот она может быть либо справа, либо слева, либо снизу, либо сверху. Но если справа, то, соответственно, противовес слева, потому что типа если справа, то почему не слева? И вообще где это право, где лево? То есть не поймешь, как повернешь. Поэтому либо с одной стороны, либо с другой стороны. И вот так вот дополняешь вероятностями, улюбляешь вероятностями всю эту сферу. То есть в разрезе получается у нас очень простая такая квантовая схема, вот трехосевая, отсюда все это берется, трехосевая, которая образует, грубо говоря, кубиц, то есть по своим граням, то есть по своим точкам, ну крайним точкам, грубо говоря, образует кубиц. Если его дополнить, то получится у нас классический кубик Рубика 369. И там в основе лежит 7, то есть вот 7 я такое заложено. То есть это потому что мы посчитаем, берем такую вот сферу такую, ну берем сферу или проекцию, то есть и начинаем рисовать. То есть вот кружочек, начало такое, то есть вот точка такая, вот начало такая вот точка. Мы сделали жирную, ну она может любого диаметра. Поэтому вот такая вот мера, то есть такая вот, а где она может быть тут? Или, допустим, чуть левее, чуть правее, там, ну где? То есть и почему-то, главное, почему? Самый вопрос, главное, почему? Почему так-то? То есть поэтому ты просто оставляешь эту точку, к логическому приходишь к тому, что она не может выбрать, где именно быть. То есть у нее есть некая система вероятности, где она может быть. Такое квантовое облако создается, грубо говоря, квантовое облако вероятности, где может быть она. То есть вот, и вот таким образом отсюда берется это электронное облако, отсюда берется, потому что тут вот в центре положительный, положительный смысл заложен, а вокруг отрицательное, то есть его отражение, то есть вероятное, либо сверху, либо снизу, либо справа, либо слева, либо под углом, вот таким, то есть мы приходим к этиологичной схеме, то есть одна вероятность и кругом умещается в мере своей, то есть буквально 6 кружочков вокруг, получает квант, то есть не больше, не меньше, ровно 6, то есть по мере одинаковых, они же одинаковые, поэтому плюс ко всему диаметрально противоположные. И вот мы получаем такую трехосевую систему, то есть вероятности, облако вероятности кванта, то есть все, это квантовое облако такой вероятности, грубо говоря. Сейчас пришло еще что, что вот эти кружочки, они не определяют именно непосредственно нахождение точки. Они определяют вероятность, то есть вероятность движения вверх, это один кружочек. И там все вверх, это вот этот кружочек обозначает. Кружочек вниз, это вероятность движения вниз. Вероятность движения влево-вправо и вперед-назад. И вот эти кружочки, то есть они не определяют точку, чтобы не было непонимания того, что это как будто бы... Нет, 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 это вероятность. Это все движение вверх, все движение вниз. Это равный вероятность. А так как наше пространство простроено из трех осей, то как раз вот эти шесть кружочков, они, получается, определяют возможность движения в направлении. То есть они определяют направление, а не точку. Да я бы даже сказал, не то что движение, а именно движение вовращение. То есть мы никуда двигаться не можем. Мы можем вращаться либо туда, либо обратно. Либо под таким углом, либо под таким углом, либо под таким углом, либо под таким углом. Вот и все. И отсюда все это берется. То есть и вот как бы, причем, ну вот так, определенная мера вероятностей возникает. То есть вовращение, превращение. То есть отсюда все формируется. Это лежит в основе этого цветка. И дальше идет его степень рекурсии, то есть распускания на следующий уровень, когда у тебя вся квантовая мера берется за новую основу и выносится на следующий уровень. На первичный уровень рекурсии увеличивается пропорционально, то есть вся квантовая основа берется за новую точку. Грубо говоря, за новое основание и выносится наружу дальше. То есть таким образом берется кубик за основание, из него там и вносится во все стороны, грубо говоря, потенциально, и получается гиперкубик. Ну, типа того. Вот такая история. Расширение масштабное. Это чисто логика. Логика, да. Да, логос. Это логика. То есть это и графика. Гра-фи. То есть вот графия. Ну, графия, то есть это... Опять же определение. Гра-фи, то есть... Проявляет, определяет. Графика, то есть фактически графическое изображение. То есть схема. То есть схема возможностей. И как бы их может быть только вот именно столько, и ни больше, ни меньше. Ни больше, ни меньше. То есть потому что она равновероятная схема. И, соответственно, вот это как бы такой равновероятный такой квант получается. Такой квант веры. Такой чистой веры, я бы сказал, вероятностей. Вот это такая штука. То есть это вот и есть верная система, грубо говоря, такая вера первая. Вот система верования отсюда тоже идет, грубо говоря. Потому что либо и туда, и сюда по очереди у нас разлагается. Верно то одно, и тру, да, трушное. Потом верно другое, другое. То есть видим одно, видим другое. Ну это вот так вот верно, верные решения такие. Оно и то, и то верно. Получаются такие качели-синусоиды. Ну вот, по очереди. Поэтому передача вот этого вот скипитера верного системы. Кип, да. Кип и тор, да, скипитер такой. Кип и тор. То есть держит такой. Держание тора, да. Что держит королей? Да, 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 да. Именно так. Да, они кип держат. Кип тор. То есть это как бы такой, ну, фактически джейстик управления. Ну вот. С набалдачником, коробки передач тоже своего рода скипитер, понимаешь. Примерно так. Управление скипитером, вот передача. Очень похоже на скипитер. Да, то есть вообще. Ведь все же у нас так проекционно, прямо буквально. Даже машина может на примере машины посмотреть. Вот такая коробка передач с переключением этих передач. Или вещание, то есть тоже передача. А также и вещание, да. Передача данных, да, то есть то же самое. Вот антенна, антенна пересла очень похожа на скипитер. То есть вот, пожалуйста, то есть это тоже, какого рода скипитер. Вот, поэтому такая штука, то есть это фактически, ну, все одинаково, образно-подобно, то есть проекционно. Так что вот вначале было такое графичное слово, то есть, а хорошо, что такое слов? Ну, там же лов такая, ловить, ну, ловить это любить лов, да, типа, любите все друг друга, там, любовь к Богу, понимаешь, словить слово Божье, любить слово Божье. Его словить, поймать, то есть, как бы, уловить смысл, уловить смысл, вот такая штука, такая уловка игровая, нужно уловить смысл, то есть мысль, мысль, слово улавливаете, то есть это вот такая схема, фактически, это вот эта вот схема, как антенна, то есть, цветок жизни, это схема антенны, то есть, как бы, тогда ты, как бы, ты все уловишь, примерно так. если у тебя есть эта схема, то ты все держишь и все ловишь, потому что ты все принимаешь. Это называется безусловная любовь. У тебя уже некие условия специальные, потому что у тебя, допустим, в нейросинаптической схеме головного мозга встроено это слово, то есть слово Божье, образное слово, а Бог – это образ, каким образом, то есть каким Богом, каким образом, то есть у тебя встроено это слово. И вот ты общаешься просто с центральной схемой, то есть фактически, получается на связи со всем, примерно так. Слышь – все, на связи со всем. Потому что эта схема, она как пролог, то есть это пролог, протора, то есть это прото-заточение, то есть это пролог, она проложена как проводка. То есть это проводная, водная история говорим, да? Это проводка, Это разводка, схема изложения, сложение всего. Это единая схема. Проточка, проточка. Это схема проточка, канва, она же опять канва, русло. Пожалуйста, все как угодно. И она лежит в основе этого всего. Это основание. Если эта схема есть в голове, то нужно держать ее в голове. Как ее можно держать в голове? А очень просто. На уровне нейросинаптических связей нужно держать в голове. То есть, тогда ты будешь держателем этого слова, владелец слова. Кто владеет словом-то? А кого она есть? Каким словом-то владеть? То есть, надо вот этот приемник, это как коммуникатор, схема связи. То есть, все в связи. Ты на связи со всем, и все связано у тебя. У тебя целиком связанная система. Примерно так. И ты связываешься со всем, чем угодно. Ты можешь все связать. То есть, потому что у тебя как бы есть основная схема связи. Ну, примерно так. Вот. Ты как бы владеешь, ты становишься таким мастером слова. Ну, типа, все можешь уловить, словить. Примерно так. Такой, как старик неводом. Потому что это же схема, тоже невода. То есть, там ты можешь все фишки словить, грубо говоря. Вот. Все, ну, фишки. То есть, там же схема тоже есть. Рыбки, да, рыбки. Золотые фишки. Да, и золотое сечение абсолютно тоже закономерное. То есть, грубо говоря, коэффициент умножения, так называемый. То есть, это вот. Или размножение, можно его так назвать. Да. Ну, опять же, его нужно показывать, но сейчас можем на нем прям не акцентировать. Ну, оно точно так же логично распадывается, как и цветок семи. Да. И именно так вот. Потому что вот такой же логикой приходишь к тому, что именно так логично. Потому что вот так. Никак иначе. Потому что по-другому никак. Да, по-другому никак. Можно, кстати, попробовать. Что-то получается, но не так. Там это отдельно. Про золотое сечение это отдельно. Это тоже нужно фишку просечь. Золотого сечения. Ее же нужно просечь. То есть, золотые пропорции. То есть, грубо говоря, почему они золотые. Это отдельно запишем. Вот это про золотое сечение. Это вообще отдельная тема. Вот. Она же схема развития, то есть, коэффициентов развития, умножения, размножения, то есть, и расцветания вот этого. Ну, короче, всего схема. То есть, пропорциональная схема. Потому что она тоже, речь идет о пропорции, условно говоря, там же пропорции важны. Вот. Она же формирует систему отношений, коэффициентов. Вот примерно так. То есть, это система отношений. Золотые отношения такие с умножением. Вот. Так что, вот, вкратце. Такое. Вначале было слово. Там не было никакого языка. То есть, это просто принцип. Это принцип, это логика. Это логика, это схема. То есть, это графичное изображение. Это его можно изобразить на основе круга, условно говоря. Мы оперируем только сферой и ее проекциями в виде кругов. Больше ничем. То есть, у нас больше нет ничего. И сфера даже сама по себе определяет вот этот первый логос. Ведь она же как раз и является такой равной вероятностью. Да, да, да. И у нее есть первичное разрешение. Ну, в общем, в том-то и дело. То есть, она не может быть безграничной. Она же как ограненная. То есть, в итоге, у нас кристалл-то ограненный. Ну, как слов, да? Да. Чтобы описать что-то, нужно его ограничить. Да, да, конечно, да. Вот поэтому, вот эта система, это способ изложения. То есть, логичный способ изложения. Единственная возможность способ изложения. Вот, скажем так, чего? Всего. Ну, вообще всего. А вот, кстати, я сейчас подумала, мысль мне пришла, что единица, почему говорят единичная окружность? Да, потому что это и является первым словом, да, первоэлементом. То есть, нужно определить расстояние как бы от единицы до, от нуля до единицы. Потому что без определения этого расстояния ты не можешь определить сферу. Угу, да. Ну, да. Мы же вообще безотносительно, вообще без привязки, эта схема принципиальная. Там даже чисел как таковых нету. Мы только кружками любого размера оперируем. То есть, просто принципиальная схема. Эта схема, она, это векторная схема, она масштабируемая. То есть, больше, меньше. Поэтому здесь важно принципиально. Тут не конкретные даже диаметры. Они, потому что тоже масштабируются. Не числа, да. Хотя и числа можно вычислить по ней. Потому что там тоже есть вероятности. Вот как бы, вот почему отсюда начинает, где-то самое находится точка материализации, да. Когда мы столкнулись с логикой, с чистой логикой, да, и стало понятно, что вот цветок, он логичен. То есть, он не требует вычислений. Никаких. Он строится логически. Просто когда я попыталась там через синусы и косинусы и вычисления делать вот эти вот все построения, то уже начинаются ошибки, погрешности. А чистая логика, она не требует вычислений. То есть, она развивается, именно развивается, ну, вот этим вращением, превращением, отражением. Да. И этого достаточно. Да, да. Потому что там изначально, вот когда, допустим, если мы вернемся в точку безысходности, ну, откуда все пошло, да. То есть, когда, допустим, вот есть некое такое сознание, у него просто самодостаточное сознание. И оно не понимает ничего, кто оно, что оно. То есть, оно просто есть и есть такая, да. То есть, и вот, ну, и не понимает, в какую сторону двигаться. Примерно так. То есть, в какую сторону двигаться-то. То есть, логично приходит в голову единственная возможная схема. Потому что у него нет приоритетов, нет координат, нет ничего. То есть, он берет за основу, там, собственно говоря, начиная с себя. То есть, например, вот так, да. И вот вокруг себя начинает выстраивать такую логичную схему. то есть вероятности. То есть, допустим, если ты хочешь познать себя, кем я могу быть, могу быть вот туда вращаться или сюда вращаться, потому что даже кем быть вопрос не стоит. Могу сюда вращаться или сюда вращаться. И после этого запускается первая логика, то есть первая логичная схема, то есть в начале которая. И потом дальше она раскручивает и начинает показывать что-то, потому что она равновероятная, поэтому она верная, поэтому она все показывает верно, то есть чистая логика, без искажений, без предвзятостей. То есть это чистая равновесная логика, чистый экран, грубо говоря, такое чистое поле, которое воспроизводит то, что в подсознании находится. Ну, примерно так. Когда спящий засыпает, вот у него начинает как сон смотреться. А ну, это уже он уже со сходными образами. А когда у тебя нет никаких образов, когда у тебя вообще нет еще образов, у тебя чистый образ. Вот единственное возможное чистый образ. Вот. Все, это чистая схема. Чистая схема всего, чистая логика. И на нее уже все выкладывается. Ну, или раскладывается. Выкладывается все. Начинается рассказ определенный. Ну, изложение, изложение. Вот. И все пошло. Называется кино пошло. То есть в этот момент вспышки осенения такой бум. Такая, видимо, точка этого, какой-то там взрыв, с чего все началось. Если ты не знаешь, что делать, начинаешь думать логично, потому что не можешь определиться. Поэтому ты просто думаешь логикой. Потому что единственное, за что ты можешь уцепиться вот в этой точке безысходности, когда ты понимаешь, что есть только ты, как некое сознание, не пойми чего, а как отражение бесконечности хаоса вот этого всего, да, то есть как противовес это, грубо говоря. То есть вот единственная мысль бесконечности хаоса, вот такая вот живая. И вот начинается такая, о, зажигается искра, такая, о, точно, Эврика, все, поехали. И вот, и через эту точку все проходит. Это точка обнуления. То есть ты проходишь через состояние этой точки, грубо говоря, все переходы на следующий уровень доходят до состояния этой точки в разных ее проекциях. Но в разной степени, грубо говоря, сознания. Степени сознания тоже разные бывают. Поэтому кто как себя осознал, на каком уровне себя осознают. Это же разложенные разные уровни сознания, разложенные вот эти вот тоже в том числе. Поэтому изложения. Вот. Поэтому вот изначальное слово, но чистое ловика. То есть логос, это как бы логотип всей этой игры, условно говоря, подсознание, разум вот этого. Ну или под разумом, неважно. Вот это вот, это и есть логотип такой, такой квантовый, такой логотип. Вот, пожалуйста, логос. Такая штука, такая схема. Это сильнейшая тема сейчас вообще, не побоюсь этого слова, очень мощно прозвучала. Пойдем простым, логичным путем. Он может, может, он может, может. Они оба могут. Равновероятная схема. Словообразование. Образование слов. Словообразование. Вот. Примерно так. То есть как образуются все эти слова? Ну, схема словов. Ну, да, ну, понятно, что слов это же уловить, да, то есть, грубо говоря. Поэтому вот отсюда, кстати, вот это вот берется в свое начало и образы. Образы. То есть различные. Потому что эта вот схема, она содержит в себе все образы, грубо говоря. То есть примерно так. Но не только она содержит. Она содержит в себе, как сказать, адреса. Адреса этих образов. Вот. То есть логотипы этих образов. Вот. То есть, например, схема планеты Юпитер. Там вот логотип, да. Логос. Это схема общих логотипов. То есть такая схема сборник логотипов. То есть обозначения условных. Условные обозначения. Ну, если мы говорим, что схема слова, должно быть некие условные обозначения. То есть это как вот к базе данных привязка. То есть некое условное обозначение, оно соотносится с этим образом. То есть это обычное программирование. Там СУП, управление базами данных. Система управления базами данных. Вот, пожалуйста. Это то же самое. То есть ты делаешь некий знак. То есть к этому знаку ты привязываешь некий образ из базы данных воображения. Вот. Связываешь его примерно так. Вот, допустим, альфа, омега. То есть там, не знаю, там это звезда Давида, там миноры, там что-то еще. То есть все-все-все логотипы всего этого, да. Они связываются с определенными образами. Поэтому это схема связи со всеми этими образами. То есть ты можешь связаться с любым образом. Например, так привязать это с любым образом, потому что здесь выведены, это же вывод, вывод. Мы говорим ввод и вывод, да. То есть это же программирование. Это вывод. Здесь выведены все логотипы. Такой интерфейс, грубо говоря, вот этих вот связей с образами. Вот. Как иконки, например, да. То есть ты нажимаешь на эту иконку и попадаешь вот туда-то. Вот. Тут то же самое. Здесь выведены, то есть вывод. Вывод. Вот примерно так. Вот. Он же проводка. Проводка. Он проведет, грубо говоря, проведет, называется. Проводная история. Проводник такой универсальный. Потому что это все же мы про воду говорим. Поток, да. То есть вот проводная история. Водная история. Вот. Пожалуйста. Вот такая проводка, потому что это разводка, грубо говоря. Ну, как метод, как проводка, ну, как электропроводка, любая схема, да. Вот. Соответственно, там, ну, если ты привязываешь к базе данных, то у тебя, значит, есть какой-то внешний вывод, то есть иконка, некая икона, да. Ну, обозначение. Обозначение. Логос. То есть нажав на который, ты попадаешь в какой-то раздел определенный, да. То есть запускаешь программу, там, или еще что-то делаешь. То есть вот. Это схема такая, как бы управление всего. То есть разумная схема управления миром. Вот. И она в спизи. То есть там все логосы находятся. То есть ты находишься, потому что там все связано в единую схему. Вот. А там дальше есть это в банке данных воображений, то есть, грубо говоря, ну, там, где все хранится, условно говоря, все эти подсознания и все это воображение. То есть это вывод из подсознания. Ну, примерно так можно сказать. То есть таким образом ты выводишь данные из подсознания наружу. Ну, или там, излагаешь. Вот что это такое. То есть вот такая вот история. Вот при помощи этих штук. То есть буквально так. Это такой первый элемент программирования. То есть вот кодовый такой элемент. То есть как оно все связано между собой. То есть как это вот воображение выразить называется. Это же выражение, вот, грубо говоря. Поэтому все. Тут уже есть же там, допустим, гендер мужской, гендер женский. То есть Венера, там Юпитер, там Альфа, Омега. То есть буковки Жи, все цифры. Все, все, все. Здесь все выведено. То есть это прямо все вот на одном светке. То есть поэтому такой универсальный такой наборный планшет, грубо говоря. То есть ну как десктоп, можно так вот сказать, да. То есть вот, пожалуйста. То есть он связывает со всем. Вот примерно так. И то есть коммуникатор. Такой всеобщий коммуникатор. Вот так примерно. Это как коммунизм такой. В смысле коммуникации. Вот это такая штука, да. Это же проекционно у нас отображено во многих вещах. Да, вот ты начал с иконок. Ну то, что сейчас нам близко в информационном поле. И понятно, что без иконки найти источник не, ну очень сложно. То есть куда-то там непонятно куда идти. То есть если это не выведено. То же самое индексы. То есть раньше, вот я каждый раз не перестаю говорить, что важность почты, она именно в том, что она вот эти проекции на возможных, ну для взаимодействия каких-то процессах показывает. Вот. И почему пишутся эти индексы? Почему пишутся адреса? То есть это вот помнишь этот рассказ на деревне дедушки? Вот. Это очень важно, чтобы понять это, что как можно выйти к источнику, как можно войти в поток, только воспользовавшись этими адресами, этими индексами. Вот. И опять же логотипы. То есть это емкий образ, который определяет основные черты того, что он изображает. Почему эти логотипы делают все? Каждая компания, нет ни одной компании, которая бы не сделала себе логотип. Почему это так важно? Ну зачем? У нас вот такое. Написали бы название и успокоились. Нет. Все рисуют логотипы, потому что они хотят втиснуть этот образ, в этот образ свое содержание, чтобы воспринимая его люди, ну как бы разворачивали, и он транслировался сразу же. Угу. Вот. Ну по сути слова, это тоже логотип. Потому что он написанием вот этого слова, он же тоже название, имя, да? Он же тоже разворачивает этот образ. Конечно. Это тоже связь. Это естественно связь. Это, оно всего, обозначение, обозначение. Это знаки, знаки, вот. Обозначение. То есть, ну, то есть конкретно, то есть, она вот таким образом выражается и формируется образ таким же образом, что интересно-то. То есть, значит, это наша, вы видите, эта штука, как коммуникатор. То есть, ты можешь связаться, универсальная иконка называется, или икона, универсальная икона. То есть, с юверского имеется в виду, совсем может связаться. То есть, нарисуешь там наборник, там, значок логотипа, там, допустим, Юпитера, да? То есть, ну, пожалуйста, вот Юпитер. У тебя есть как бы логотип Юпитера, иконка Юпитера, да? То есть, ты можешь там, не знаю, связаться. Она действительно как телефон. То есть, ты начинаешь слышать это все. То есть, слышать все эти данные, потоки. Вот в чем дело. То есть, потому что ты находишься, если у тебя в нейросинаптической, уже устроена система нейросинаптическая, то ты тогда такой принимаешь все образы. То есть, примерно так. То есть, ты слышишь все системы, все-все. То есть, тебе нужно просто сфокусироваться на чем-то. То есть, о чем-то задуматься, точнее. Просто о чем-то задуматься, как ты тут же получаешь ответ. Вот примерно так. То есть, тебе нужно задавать вопросы. У тебя квантовая система, questions, answers, соответствия. То есть, куа. Ты задаешь вопрос, общаешься. Таким образом происходит коммуникация на уровне мысли. То есть, ну, замысла. Так замысленно. Мысленно такая. Или моментальная связь. Вот эта моментальная связь. То есть, ты просто о чем-то подумал. У тебя автоматически набирается вот уже... То есть, нужна ячейка. Вот, и ты попадаешь в нужный раздел памяти. То есть, короче, к абоненту. Примерно так. Вот так. На связи совсем. Вот. Поэтому тут непонятно. Это когда у тебя в голове, ты как бы, когда начинаешь слышать все, да? То есть, вот примерно так. То есть, ты совсем на связи. То есть, у тебя такая абсолютная любовь или слов абсолютно. Ты уловишь все. Улавливаешь все, 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 что можно. В итоге начинаешь улавливать мысли там. Свои, не свои. То есть, ну, все, 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 что летает. В эфире ты начинаешь просто улавливать. Вот ты, потому что вот такой чувствительный, повысил чувствительность своего приемника, вот в чистоте, грубо говоря, и все, ты все ловишь. То есть, вот, пожалуйста, это типа любите друг друга, ловите друг друга. Вот это что, ловите сигналы друг друга. Вот, примерно так. Чтобы уж совсем не воплощать. Но это же разные уровни любви. То есть, чакральные, условно, сакральные. Такие сколько акров там, да? То есть, примерно так. Размер акра, акра. Вот. И арки. И, значит, то есть, там одно дело там, допустим, уменьшено, уплотненное, да? То есть, это, допустим, нижняя чакра. Ну, такое наиболее нижнее. Ну, как и все, проекция. Да, да, да. Есть такая проекция. Да, и вот это все, да. Размеры всего этого. Уровень этих проекций, да. Да, размеры слова. Слово. Размеры слова. Вот, примерно так. Ну, или приемы данных каких-то. Приемника. Вот, диапазон, 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 там, ширина, грубо говоря, прочее, прочее. То есть, и мало того, что размер, еще имеется там качественная составляющая. То есть, не просто размер, а что еще внутри. То есть, это же прям как частотный набор. То есть, вот у тебя такой универсальный приемник, такой сборник частот. Это же, как бы, цветок жизни, живость, ну, живи, да? Насколько ты живой, да? То есть, живенький, имеется в виду, какая у тебя частота. Типа, ты более живой, менее живой, более-менее живой, там, и слабо живой, низкая частота. То есть, или высокая частота, там, живой, такой живой, живой. То есть, это живость такая, вот, грубо говоря, это тоже жив. Ну, про букву жив мы сейчас там отдельно поговорим, да? Это просто, конечно, просто сопоставить G с частотой. Вот, примерно так. Слова состоят из букв, а буквы, квант-образы, да? Они являются джойстиками управления. Вот очень понятно, если ты представишь, когда мы пишем письменно, не отрываясь. То есть, по сути же, вот эта буква, она определяет наше направление движения, и непрерывно. И почему вот в проекции было в школе, допустим, принято учить писать письменно, без отрыва? Ну, то есть, смысл какой в этом, да? Слитно. Слитно, да, 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 вот. Потому что это именно потоковое письмо, то есть, оно точно так же, как бы, формирует нейросинаптическую связь в головном мозге, непрерывности потока, который перетекает из одного в другое и определяет именно связанность всего. И рождает больше смыслов. Поэтому детей в школе, ну, именно в русских школах, кстати, учили писать слитно. Хотя, ну, вот, с точки зрения написания текста, смысла в этом никакого нет. И тот же, там, английский текст или какие-то другие тексты, ну, вот сейчас это стало очень распространено, пишутся отдельными буквами. И идет разрыв. То есть, вот в голове разрываются эти связи. И соединить это все воедино уже сложнее гораздо. Ну, то есть, вот ты пишешь, когда слитно, у тебя и образ слияния всего, и единства всего, он формируется проще, чем ты пишешь отдельные какие-то буквы, как отдельные частицы. И складывать весь мир потом из этого в единство гораздо сложнее. Вот, то есть, вот, то, что я хотела сказать, да, про логос этот джойстик и слитности всего. Плавный, плав, 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 как мы плывем, да. Да, плав, то есть, плавные переходы. Ну, или, опять же, слово love, типа любовь, да, вот такая вот, тоже, вот, тоже, вот такая штука. Одно ловит другое, или одно связано с другим. Тоже это любовная связь называется, плавная связь, вот. Это когда одно связано с другим, плавно, одно перетекает плавно в другое. То есть, это вот такая плавная связь, любовная связь, ну, короче, вот, когда все связи, вот, такая вот, ну, тоже, связь, связь, то есть, ну, все связано между собой. Одно перетекает в другое, переходит. Это вообще, в принципе, как бы такая природная история, связь, одно переходит в другое, вот, перетекает, поэтому, вот, все нормально. Вот оно, прям, все связано. Да, отличная штука, то есть, это, как бы, называется чисто писание, то есть, чисто писание. Да. Или, там, пропись, то есть, это тоже чисто писание, вот такая вот штука. То есть, потому что каждое слово, слово, оно, это имеет такую, оно же имеет свою конструкцию, свою чистоту, там, еще, ну, все, все, все. И, по сути-то, оно, так или иначе, образует некую конструкцию проводника, то есть, оно проводит те или иные смыслы, то есть, передает те или иные смыслы. поэтому Bo subject так каждое слово связано с образом каким то то есть тоже тоже айдишка имеет свою то есть поэтому эта конструкция такая то есть конкретно то есть и пишешь слова и к нему привязаны образ некий ну примерно так вот поэтому это же это есть с оборудование как образуется слава вот origins слова и образование то есть образ предупреждена образ такой который возникает при написании этого слова. То есть он просто формированный образ, то есть возникает там слово. Причем он же такой универсальный. Например, пишут слово «папа», то есть вот возникает какой-то образ определенный. Мама — определенный образ возникает. То есть они связаны. Слово связано с образом. Отсюда получается словообразование в более высоком смысле. То есть слово привязано к образу, вот, я же не уточню конкретно, что это такое слово образование, потому что у меня каждое слово, и оно привязано к образу из банка данных воображений, вот, условно говоря. Ну, кстати, когда мы с тобой часто замечаем, что на одно слово часто навешивают разные образы, слов у нас мало, а образов много. А тут крутись как хочешь, потому что я знаю три слова, ну и про контексты, про троицу, да. Но в каком контексте, да. Поэтому, ну, называется выкройцы из положения, то есть использование контекстного, конструкции, контекстных, именно. Это же, это есть тоже кон, контексты, то есть коны такие, то есть контексты. Вот буквы законов, такие штуки, да. Ну, это, кстати же, это вот конструкция, конструктор, да. Так же, как конструктор, есть одинаковые детальки, из этих одинаковых деталек можно, ну, из того же лего, складывать разные фигуры. И как эти фигурки, эти детали сложены, они так и определяют, что вообще в итоге получается. То есть, это машинка получается или какой-нибудь там человечек или домик. А конструктор один и тот же. И детали абсолютно одни. У нас все вот именно, что тело человека, например, вообще тело собаки, в принципе, в основе одно и то же. Просто, ну, есть некое слово, код, ДНК, код, то есть, которое определяет, как это будет складываться. Это код Бога, так называемый, образа. Код образа. То есть, вот именно там вкладывается образ, грубо говоря, исходник, ну, типа того. Так что, такая штука, да, что там словообразование. Это же как программирование, вызовные команды. То есть, каждое слово, оно что-то там делает, или вызывает. То есть, ты прям команды пишешь, допустим, там, go to, она означает переход туда, там. Или вызываешь какую-то функцию, допустим, PHP, там, ну, неважно, в каком-то языке программирования. То есть, прям реально. То есть, идет такое обращение. То есть, обращение к чему-то, то есть, ты обращаешься к определенной функции, там, из библиотеки данных, то есть, ну, какое-то программирование. Вот, вызываешь, вызываешь библиотеку, там, еще что-то. То есть, это прям вызываешь. Там, какой-то алгоритм, там, программы вызываешь. То есть, это... А буквально, вот, это вот пишется такая программа, код, плавно говоря, да, словами. И он вызывает определенные образы, вот, там, типа того, как духов вызывать, да. Но если мы говорим про ловос, слово, ловос и прочее, да, то нужно тогда упомянуть общую базу данных, хранилище, так называемое логово. Вот. Логово. Да. Там все хранится, в логове. То есть, это... Это есть единая база данных, то есть, там все хранится. Это есть логово. Логово всего, да. Поэтому там все данные. В этом логове. Вот все, вот это логово. То есть, вот там все хранится. Все образы и прочее, прочее. То есть, все там лежит, в этом логове. Все сложено там. Буквально так оно находится. Оно же почему находится, так очень интересно. Там же нет конструкции, грубо говоря. То есть, она просто лежит там, лежит вот такого где-то как-то рандомно. То есть, но и конкретно там, определенными словами, ты оттуда из этого логова вызываешь эти образы. То есть, примерно так. Поэтому вот и все. То есть, там образы. А там они свободно, то есть, когда ты попадаешь в это логово, то там вот очень перетекающие конструкции, все очень, ну, так, ну, как бы так произвольно, условно говоря. То есть, там нет жестких конструкций. Там они все лежат в свободном доступе, что называется, в свободном плавании. То есть, они поэтому все так, один в другой переплывают. Там сюжеты, фрагменты, там какие-то еще. То есть, там сборник образов, условно говоря. Ну, логово образов. Вот. Примерно так. Вот. И все. Просто в логово. Они там свободно находятся. Просто ты их сюда вызываешь на, как бы на воплощение. Ты оттуда, прям, из этого образа печатаешь наподобие. То есть, из этого образа по образу подобие печатаешь. Вот поэтому. Ну, соответственно, есть какая-то определенная система программирования мира, программирования мира, да, то есть, которая вызывает эти образы, по образу печатает подобие. Вот примерно так. Вот слово сказал, там, соответственно, то есть, вызываешь, обращаешься к какому-то образу. Вот. И, соответственно, тут он начинает сюда, как бы, ну, проникать. Ну, примерно так. К логосу. Рекомбинация букв, слогов и прочих, там, она соответствует вот этому, ну, это аналог ДНК, комбинации ДНК. Поэтому у слова, у любого слова, есть свое ДНК. Комбинация, рекомбинация, то есть, благодаря сочетанию, там, перемене вот этих вот компонентов, получается то или иное значение слышно. Ну, вот, логос, соответственно, да, то есть, как интересно слово-то молвить, действительно, потому что слово логос, оно как бы говорящее, то есть, потому что, если рекомбинировать, там получится голос, ну, там, типа того, да, то есть, логос или голос, вот, логословно, то есть, грубо говоря, вот именно логословно вот так образуется, как, знаешь, здесь у нас там как бы есть голословно, там, дословно-голословно, да, голословно, там, там чистое слово, оно логословно, то есть, словно лого называется. Логично. Логословно, то есть, словно лого, поэтому это есть, то есть, как бы чистый голос, грубо говоря, вот, вот это вот самое оно, то есть, там нет какого конкретного голоса, то есть, это логос и есть голос, собственно говоря, он благословит, и вот примерно так. С другой стороны, голословит, потому что там это чистый, он голый, вот такой, грубо говоря, чистая геометрия, чистый логос, соответственно, чистый голос. Вот это вот прямо такая вот штука, говорящая называется, то есть или молбище, молбище в том числе. Это потому что такая вот благословная история, ну или словно логос, благослов, ну вот это вот, игра слов такая. Так что именно так он и молвит, грубо говоря, вот изначально чистым голосом, чистым голосом. Интересно, что идет выбор от этого, лог и гол, как некое проявление, проявленность, как тень, как отражение, как проекция, как зеркальное, знаешь, как в зеркальном отражении, как будто бы наоборот все выворачивается, но суть-то вот эта. Ну да, это встречная, то есть туда-сюда-обратно, то есть встречная. Голл-лох, то есть ан-на, то есть система ан-на, да, допустим, там вот это вот, оба-абба, то есть вот это вот аббатство откуда пошло, да? То есть это вот, или каббал оттуда же пошла, то есть вот система такая вот симметричная, то есть кинет, например, «потоп», симметричные слова туда-сюда читаются. Поэтому «гол», «лох», «голу» — это понятно. Так что это чистый голос, грубо говоря. Логос, чистый голос, чистый логос — это всё про это как раз, можно понимать. Именно так он молвит, излагает «чисто». А «чисто» что-то такое? Это чисто. У нас как бы «светло», «све» или «все», то есть вот это значение всесветское, так называемое «все све», переменное такое туда-сюда-обратное. Таким образом, если вернуться опять же к началу, то там какие-то слова, там же нет никаких слов, там чистая геометрия, чистая логика. И потом уже появляется голос, поэтому у нас при рождении там как бы из слов то связать не может, грубо говоря, новорожденный. Поэтому это то же самое. Потом учатся их связывать слова. Вот такие вот связи, да. Поэтому вот такая штука с этим логосом. Он же логос, он же голос, то есть он же как бы слово молвит, то есть примерно так, или словно молвит, он словно молвит. Вот. А, он еще и глаз, помнишь, мы с тобой говорили? Да, да, да. Голос, он же глаз. Глаз, да, то же самое, да, глаз. Вот. Поэтому это такая штука. Мы потом еще отдельно разберем гласные и согласные, то есть соприкосновенные значения. Гласные и согласные – это там тоже очень много интересного, как синус и косинус. Синус – это как бы противолежащий от альфа, да, то есть а косинус – прилежащий, от альфа идущий угол. Вот. Поэтому это еще потом отдельно. Ну, в принципе, самое интересное, что как бы это и есть голос. То есть вот такой, потому что там изначально какой там голос? Никакого, вот он так вот выражается, грубо говоря, логосом. Вот. Так что вот такое голосящее или говорящие, ну, или молвище значение всего этого. В безмолвии в таком, да, грубо говоря. То есть говорящие в безмолвии, ну, типа того. Чисто геометрия, то есть которая говорящая геометрия, то есть вот она вот лежащая в основе этого семизначное значение. То есть вот семизначное спектральное значение квантовое семизначное, вот семь этих знаков, да, буквально. Ну и все. Вот семь ячеек, это семья, там семи ячеистые значения, семья, то есть семь ячеек, вот там уже семь яесим, то есть это вот все, это рекомбинация слов, вот такая вот, как бы про яесим тоже, да, что яесим, что яесим-то? Семья, то есть по ДНК если поменить, это же код ДНК родословное. Ну, мы же говорим про родослово, да, то есть слово, ну, слово рода, родослово, то есть вот это вот родословие, откуда все порождается, да, вот родословно. Вот примерно вот такая штука. Озвучка логоса голосом. Да, 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 вот. Да, поэтому там же все равно такая, значит, это частотная схема, то есть если там снимать параметры, там все тулы, там еще что-то, то есть они соответствуют определенным частотам, то есть фигуры, то есть это такое всеговорящее, грубо говоря, значение, потому что там же каждая буква, каждая цифра, она имеет свою частоту, условно говоря, выражена в частоте, ну, в разных кодировках, но она все равно в частоте выражена определенной. Поэтому здесь вот как бы заложено все, то есть и в этом логосе заложено и слово, и голос, то есть и все-все-все такое схемообразующее значение, да, вот. Ага, как-то градообразующий логос, да, логотип. Вот, ну, кстати, логотип, даже type тоже печатается, поэтому вот, ну, такой тип, вот, примерно так. Ну, все.